Кубок Гагарина Обзор противостояния Акбарса и Авангарда в одной четвертой восточной конференции. Спорт-океада вузов Республики Татарстан по мини-футболу. Итоги игр сборной КФУ с энергетическим и архитектурно-строительным университетом. АССК РФ. Итоги первых финалов внутриузовского этапа. Континентальная хоккейная лига перешла в стадию плей-офф. 1 марта стартовал очередной розыгрыш Кубка Гагарина, где в одной четвертой финала Казанскому Акбарсу противостоял предыдущий победитель розыгрыша Омский Авангард. Об этой серии далее расскажет Амир Сабиров в своем обзоре. Всем привет, с вами Амир Сабиров. Сегодня поговорим о плей-офф континентальной хоккейной лиге. А именно о серии Акбарса и Авангарда, которая совсем недавно завершилась. Началось это противостояние двумя матчами в Казани. И барсы не смогли порадовать своих болельщиков на домашней арене. Оба матча остались за мячами. В стартовом матче команды присматривались друг к другу. И счет был открыт по хоккейным меркам поздно. Только в третьем периоде гости вышли вперед. Николай Прохоркин ушел от защитника, заложил корпус и переиграл вратаря Тимура Белялова. Акбарс практически сразу сравнял счет. Дмитрий Когарлицкий остался один на пятаке Авангарда, Николай Коваленко нашел нападающего точным пасом, и девятый номер бросил точно в дальний угол. Игра перешла в овертайм, и амичи на четвертой минуте вырвали победу. Тот же Прохоркин бросил с дальней дистанции, и Белялов был бессилен. 1-2. Во втором матче команды не стали откладывать голы в долгий ящик. И на 43-й секунде Никита Сошников подставил клюшку под бросок Оливера Каски и открыл счет. Три минуты спустя Никита Дыняк сделал пас открытому на пятаке Эрику Феру, и канадец поразил пустой угол ворот. На шестой минуте Авангард опять вышел вперед. В позиционной атаке отличился Корбан Найт с передачи Арсения Грюцука и Вилли Поки. Не прошло и трех минут, как казанцы снова сравняли. Артем Лукоянов на Михаила Глухова и 2-2. Дальше Акбар ждал один из самых неудачных периодов в этой серии. Казанцы пропустили дважды, играя в большинстве в формате 5 на 4. После таких моментов, когда, казалось бы, разыгрывай, забивай и выходи вперед, а по итогу получаешь две голевые контратаки, играть тяжело уже в эмоциональном плане. В моменте с третьим голом казанцы упустили к воротам Ивана Телегина, который спокойно разобрался с Беляловым. А в следующем большинстве уже ошибка Стивена Кемпфера и забил Павел Дедунов с передачи Кирилла Семенова. 2-4. В третьем периоде Акбарс ничего не создал и еще получил гол от Сошникова в пустые ворота за 19 секунд до конца матча. 2-5 в матче и 0-2 в серии. Противостояние переезжает в Балашиху. В третьем матче Акбарс смотрелся намного лучше. Перебросал соперника, атаковал всю игру, но вратарь Амичей Шимон Грубец стоял стеной. Барсам не хватало какой-то креативности и нестандартности в своих действиях. В третьем периоде на 15-й минуте Арсений Грицук убежал в контратаку и бросал, казалось бы, с не очень опасного угла. Но шайба угодила прямо в дальний угол. В ассистентах у Грицука Сергей Толчинский и Кирилл Готовец. За 5 секунд до сирены Амичи снова забили в пустые ворота. Празднует Павел Дедунов. 2-0. После третьего матча у Акбарса не было права на ошибку. Казанцы горели 0-3 в серии. Теперь каждый следующий матч мог закончиться вылетом из розыгрыша Кубка Гагарина. Но Акбарс даваться не собирался. Четвертый матч Барсы провели с мыслью о вылете, но это не помешало казанцам показать хороший хоккей. Счет открыл авангард на 7-й минуте. Сошников набрал свое очередное очко. 13 минут спустя Илья Сафонов с пятака сравнял счет. В ассистентах Кирилл Панюков и Дмитрий Воронков. На 9-й минуте второго периода в контратаке Стивен Кемпферс передач Данила Тарасова и Джордана Уилла забил второй гол. Акбарс впервые в этой серии повел в счете. Казалось бы, все идет к победе, но 4 минуты не хватило казанцам, чтобы удержать преимущество в концовке. Кирилл Семенов забил и перевел игру в овертайм, которая по статистике в играх с авангардом Акбарс проигрывает. Но Дмитрий Кагарлицкий на 4-й минуте решил немного подправить эту закономерность. Нападающий здорово бросил из-под защитника и попал точно в девятку ворот Грубеца. 2-3. Серия переезжает в Казань. После победного матча для Акбарса не изменилось одно. Чтобы не вылететь, нужно одерживать победу в каждом матче. Казанцы собрали полную Татнефть-арену и ждали возвращения своей команды в эту серию. Смотрим, как у них это получилось. По традиции, амичи забили первые. Барсы остались втроем, и авангард реализовал большой численный перевес. После броска Грицука шайба отскочила Толчинскому, который празднил пустые ворота. Очередь реализовывать большинство перешла хозяевам. Данис Зарипов нашел передачи Артема Галимова, который разобрался с Грубецем на пятаке. 1-1. Во втором периоде Корбан Найт отдал пас на Толчинского, который прошил Белялова. 1-2. 2-2. Казанцы сравняли на 15-й минуте отрезка. Молодой Дмитрий Котелевский забросил свою первую шайбу за Кбарс и сразу в таком важном матче. Ассистент Данил Журавлев. Минуту спустя Алексей Емелин снова вывел свой клуб вперед. Ему помогли Телегин и Комаров. 2-3. В последнем периоде Кирилл Панюков в большинстве спас свою команду от поражения своим точным броском по воротам Грубеца. 3-3. У нас опять овертайм и барсы в нем снова оказались сильнее. Стивен Кемпфер поразил дальний угол ворот соперника в ассистентах Кагарлицкий и вратарь Тимур Белялов. 2-3 в четверть финале. Акбарс смог вернуться в эту серию и в следующем матче казанцы могли совершить чудо, сделав счет 3-3. Команды переехали на арену Балашиха. В шестом матче Акбарс отказался от высокого прессинга и, казалось, начал игру вторым номером. Авангард смог этим воспользоваться сполна. Первый период за хозяевами. 1-0. Автор Корбан Найт. Во втором отрезке Акбарс не смог перехватить инициативу и пропустил еще одну. Телегин отличился. В третьем периоде барсы бились до конца, но распечатать Грубеца не удалось. 0-2. Акбарс подарил надежду своим поклонникам, одержав две победы и почти переломив ход этой серии. Но Омский клуб в этом году сильнее. 4-2 в серии. Казанцы вылетели в первом раунде плей-офф. Видимо, в следующем сезоне мы увидим новую команду. Возможно, с новым тренером, но все так же с одной целью – выиграть кубок. В Акбарсе иной результат равназначен провалу. С вами был Амир Сабиров. Увидимся также на следующей неделе, только с обзором футбольного казанского рубина в премьер-лиге и других сериях плей-офф. Переходим к мини-футболу. На этой неделе сборная КФУ продолжает свои выступления в Эспартакеаде вузов Республики Татарстан по данному виду спорта. И противостояли они двум командам – Энергетическому университету и Казанскому государственному архитектурно-строительному университету. К первой встрече на неделе сборная КФУ подошла без поражений. В матче с КГСУ Федеральный университет пропустил первым на шестой минуте. Однако ближе к концу первой половины игры Ильдар Осипов сравнивает 1-1. Во втором тайме КФУ продемонстрировал все свои качества. На 21-й минуте отличился Данил Воронов, а затем Максим Евстафев дублем устанавливает финальный счет. 4-1 КФУ набирает еще три очка. В воскресенье сборная КФУ на домашней площадке в спорткомплексе «Бустан» встречалась с Энерго-университетом. В данном матче ситуация получилась зеркальная. КФУ забивают первыми с пенальти, а Энерго отвечает тремя голами до конца первого тайма. Во втором тайме сборная КФУ пыталась вернуться в игру, но погасить отставание в два мяча не удалось. Итоговый счет 6-4 в пользу Энерго-университета – первое поражение Казанского федерального. Финал «Спартакиада» уже близко, и давайте взглянем на турнирную таблицу. На первом месте Казанский государственный энергетический университет. У них 15 очков, 5 побед и всего одно поражение. Второе и третье место делят между собой представители Казанского федерального университета и университета спорта по 12 очков. Четвертое место у представителей Кнету КАИ – 9 очков. Остальные результаты на вашем экране. Заключительный матч сборной КФУ проведет 18 марта против Кнету КАИ. Начало встречи в 20.00 по московскому времени. Мы продолжаем нашу программу. И сейчас на очереди у нас подведение итогов чемпионата ССК России внутри вузовского этапа. Несколько видов спорта у нас завершились. Стритбол, падминтон и настольный теннис. Подводить итоги по этим видам спорта мы будем, конечно же, с нашим горячо любимым другом Никитой Лихачевым. Никит, тебе большой привет! 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 Снова очень рад здесь оказаться у вас. Уже прописался, как будто бы пока может быть временная прописка. Посмотрим, поспоришь с Максимом Геннадьевичем Гавриловым, когда у нас будет Кубок Университета. Новый розыгрыш его в следующем учебном году. Давай по ССК с тобой пройдемся. Уже выявили первых победителей в трех видах спорта. Начнем по порядку. У нас первым по трансляциям был бадминтон. Да, бадминтон уже перестал быть промо-дисциплиной, как он был раньше. То есть теперь ребята в полной силе участвовали. Мы в полную силу организовывали. Очень долго шел бадминтон с точки зрения того, что было много участников. По всем видам спорта, как же его рекорды, бьем по количеству ребят. На несколько недель мы все это растянули. Ребята и на Бутлерово играли, и в Униксе. Вот, тем не менее, определили мы сильнейших. Ну, у девочек третье место Логина, второе Тазиева, первого Волкова. Традиционно три сильнейших бадминтонистки прямо сейчас. В принципе, даже и на Спартаке Азии КФУ по бадминтону все достойно выступили. И здесь на чемпионате ССК тут, что тут говорить, действительно сильнейшие парни. И чуть была поинтереснее борьба, потому что очень много, конечно, ожидали и от Арзуманова, и от Хузина. Тем не менее, Вадим Арзуманов, он занял только третье место, несмотря на то, что в прошлом и в топе был, и на суперфинале участвовал, как тот же самый Хузин. Но здесь третье место, потому что, опять же, стрельнул первокурсник из Ивмита Трофимов. Он выбился в финал, довольно неожиданно занял второе место. Ну, и первое место, конечно, топовый игрок, как Месси в футболе у нас в бадминтоне есть. Ну, узнаешь, сравнение Месси в футболе сейчас, по-моему, неактуально. Знаю, как его в Париже освистывают. Да, но... Я думаю, как Магуайр в Эмью. Да, но, соответственно, Булат Хузин из экономы, с экономы традиционно сильнейшие бадминтонисты у нас всегда участвуют. Занял первое место тут, в принципе, было ожидаемо, что в топ прыгнет, да. И ждем подсчета рейтинга турнира. Надеемся, что достойно, во-первых, попадем в суперфинал, во-вторых, достойно выступим. Угу. Вот давай еще по суперфиналу, прежде чем перейдем к бадминтону, ой, бадминтону, настольному теннису и стритболу. В ССК, в головной, получается, группе ВК, уже был некий документ, где приглашаются некоторые команды к участию в суперфиналу. Там были и наши друзья из Каизи Ланд, тоже казанские ребята. Что это за рейтинг вообще, почему именно эти команды проходят, и почему там нет КФУ? А там нет КФУ, потому что мы участвуем в высшем дивизионе, и начиная с прошлого года, вообще раньше как было, что тот, кто в суперфинале, независимо от дивизиона, побеждает. А дивизион это что такое? Есть высший, первый, второй, третий и так далее. То есть это по количеству студентов очень формы обучения в ВУЗе. То есть мы всегда высший, потому что у нас огромный ВУЗ. И, соответственно, раньше, кто занимал первое, второе или третье место в любом из видов спорта, на следующий год автоматически приглашался в суперфинал. Но с прошлого года для высшего дивизиона это убрали, поэтому, несмотря на то, что мы по всем видам спорта входили в тройки призеров, нас, как, например, Альянс из мира, как, например, Арслан из Уфы, их не приглашали, несмотря на призовые места. А КАИсты, они считаются ВУЗом поменьше. Соответственно, поэтому они, если не ошибаюсь, в первом дивизионе, и в первом дивизионе они заняли призовое место и были приглашены. Точно так же и с Академией спорта, несмотря на то, что это уже университет, а не Академия, они второй дивизион по численности. То есть у них спортсменов, как, сейчас же модно говорить, пословицами, да, в каких-то вот программах, да, сгулькин носа, да. На самом деле у студентов у них, поэтому они вообще во втором дивизионе участвуют. Но вот у нас такая ситуация, да, и если по рейтингу пройдем, традиционно 2 плюс 2 команда у нас пойдет на суперфинал, который пройдет... 2 плюс 2 это что? Два мальчика, две девочки. А, это бадминтон. Да, да, и соответственно, ну, не буду скрывать, в этом году в Казани суперфинал пройдет с 17 по 23 мая на Лазе. О, как, товарищи, вот он, анонс уже состоялся с 17 по 23, да? Да. С 17 по 23 мая чемпионата ССК России, суперфинал, вновь в Казани, но это только радует. Мы сможем воочию вам это все показывать, если, конечно, аккредитуемся туда. Оля, тебе большой привет. Давай дальше пойдем тогда по настольному теннису. Следующий финал у нас такой был на повестке дня. Что скажешь о нем? Да, по настольному теннису тоже, с вашего позволения, откроешь паргалки. Но тут, хотя с другой стороны тоже все понятно. Начнем с девушек тоже традиционно уже. В принципе, как и вот мы вот говорили, да, там про сравнение, там, может быть, с топ-игроками с какими-то, да, здесь тоже есть несколько ребят, которые ежегодно уже являлись старшекурсниками и на суперфинале поучаствовали, да, благо он четвертый год подряд в Казани проходит. И себя до этого проявляли. Ну, среди девочек Елизавета Перескокова, третье место, Лена Емельянова, второе, Юлия Буренбаева, первое место. У нас занимает, ну, опять же, тут любая из них могла занять что первое, что третье. Вот просто в какой момент они как между собой сыграли, так и распределились. Ну, среди парней тоже была такая заруба настоящая. Руслан Зарипов, третий, Рафаэль Тимиргалиев, второй и Амир Тахирджонов, первый. Вот поэтому такие результаты сложились. И, опять же, тут будем дальше смотреть, как себя, опять же, если все с рейтингом хорошо, как себя ребята проявят на суперфинале. Мы уже это увидим позже. И стритбол у нас был заключительным в последний день уходящей, ушедшей, точнее, неделе по программе. Показывали четыре матча, два за третье место и два финала. Что скажешь по тем, кто там играл? Удивило ли тебя, кто у нас вышел в итоге? Ну, будем говорить то, что уже вышел всероссийский финал. Я почему-то в этом не сомневаюсь. Давай по стритболу. Слушай, искренне считаю, что на данный момент турнир по стритболу был вообще, в принципе, за все время, если считать, чемпионаты ССК. И как бы я не любил футбол, я скажу, что вот этот турнир по стритболу был вообще лучшим в истории ССК. Вообще любых турниров внутри нашего вуза. Нереальная какая-то атмосфера была у нас на турнире. Это, опять же, рекордное количество команд. Это неожиданный результат среди девушек, но неожиданную в силу обстоятельств. И, хотя для кого-то, возможно, ожидаемый. И довольно ожидаемый результат среди парней. Ну, начнем с того, что мы и Кирилл Сарканич, главный организатор турнира, и все наши ребята молодые первокурсники, и лично я, мы такую идею продвигали, что стритбол, он должен с дыханием улиц быть связан, и все благоволило этому. У нас было самое большое количество партнеров, и даже вот, опять же, нельзя тут в передаче называть, конечно, и делать рекламу лишнюю, но вот один бренд, местный бренд одежды нас поддержал, футболки, сертификаты вообще там большинство участников нам подарили, и потом даже зарепостили к себе, сказали, вот что Yulbars — это настоящие друзья отечественных брендов. Ну и по результатам, наверное, тоже очень важно сказать, среди девушек третье место Пицульки — это молодые девчонки, в том числе, которые из сборной КФУ состоят. Они обыграли баскетболисток из набережной Челнинского института. Второе место — команда Девки. Это тоже первокурсницы, которые добрались до финала. Довольно неожиданно, но в этом году у нас много добротных первокурсниц-баскетболисток. И первое место — команда Плюс Один. Безумно рад за Валерию Хохлову. У нее выпускной курс в этом году, баскетболистка из Института международных отношений. С первого курса она в активе Yulbars всегда принимает участие. И она вот... Если говорят про человека «заслужил», вот Лера действительно заслужила. И там тоже много девочек. И Софья Латыпова тоже заслужила, я считаю, и вообще вся команда у них, да. А сложились обстоятельства так, что очень многие предполагали, что будет играть команда «Братство Кольца», которая до этого несколько раз на суперфинал ездили. Где Дарья Ашгибисова, где Фаиля Галимова, где Диана Галина играют. Вот ожидали, что финал будет между плюс один и ними. Но тут у нас были на днях институтские соревнования. И очень много сил, очень много эмоций, здоровья они оставили там. Вот, например, Фаиля Галимова была травмирована за сборную с ним, как раз играла. И поэтому у них команда, хоть и играла ослабленным составом, понятно, без лидера своего играть тяжело. Поэтому вот такие вот результаты. Ну, проще говоря, Лера этот сезон может записать себе в актив. Очередное хорошее, достаточное выступление в чемпионате АСБ. Уверенное выступление на студенческой баскетбольной лиге, внутривузовский этап пройденный. И впереди всероссийский финал. Да, я думаю, что если на суперфинале выступить хорошо, можно прям MVP сезона. Почему нет? Вернем премию «Спортсмен года» КФО. Да, обязательно. В рамках нашей программы. Да, поэтому безумно вот именно тоже за нее в первую очередь рад. Давай, по парням. По парням, но тут все получилось довольно, опять же, и непредсказуемо, и при этом предсказуемо. Третье место «Верзил». Команда молодых амбициозных ребят, тоже играющие за сборную КФО. Если сохранят состав, то в следующем году смогут за чемпионство побороться. Второе место «Мехмат Пауэр». Это, что называется, команда вот трудовая. Они уже который год между собой играют. Максим Панягин – лидер этой команды, братья Панины там играют, которые – это уже старожилы «Мехмата». И здесь они и в различных любительских чемпионатах Казани вот именно в таким составом играют, и «Баскетбол и стрит». Вот. И первое место «21» – это победители. Алексей Феденев тоже вымучил, заслужил победу. В общем, ребята, которые в прошлом году играли в суперфинале, в этом году тоже только успехов мы желаем. Что ж, интересные итоги. Давай кратенько анонсируем, что нас ждет на этой неделе, какие трансляции и какие финалы нас ждут. И в целом по турниру твоя оценка. Легендарный невероятный шахматы нас ждут в четверг, в пятницу женский мини-футбол, финалы, воскресенье 20 марта волейбол, женский и мужской. И на следующей неделе ждем фрисби и 27 марта футбол. И мы наконец-то завершим чемпионат ССК и скажем, мы это сделали. И здесь пока, опять же, не буду давать оценок. Будем ждать и смотреть. Ну, говорю, баскетбол – это был топ, а по остальным видам тоже все было замечательно. Держим кулачки, что все будет здорово, и мы всем все… Мы уже все всем показали и доказали. И в первую очередь, чтобы спортсмены получили удовольствие. Ну да, и зрители тоже, друзья, это все будет у нас в прямом эфире на этой неделе. Следите за обновлениями нашей группы ВКонтакте. Никита, тебе большое спасибо за то, что к нам пришел. До следующей недели, я так понимаю, да? Да, спасибо, до встречи. Давай, счастливо. Все. На этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, разумеется, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!